Радиотеатр Дорогие слушатели, вы, конечно, знаете про школу «Одуванчик», про первый «Я-класс», про учительницу Веру Альтовну. Как? Еще не знаете? Ну тогда знакомьтесь скорее. В первом «Я» уже начинается первый урок. Приятного вам слушания! В класс вошла учительница Вера Альтовна, и все дети расселись по своим местам. Здравствуйте, дети! Сказала Вера Альтовна и улыбнулась. Здравствуйте, Вера Альтовна! Загалдели ребята и тоже улыбнулись, потому что когда здороваешься, надо улыбаться. Учительница взяла в руки большой журнал, на котором было написано «Первый «Я». Проверим присутствующих, кто у нас сегодня присутствует. «Я! Я!» Раздалось со всех сторон. «Я!» Самым последним крикнул Миша Топотыгин, который всегда все делал самым последним, потому что никуда не торопился. Хорошо. А кто у нас сегодня отсутствует? «Я присутствую». Обиделся Миша Топотыгин, который решил, что его не заметили. «А где же Костя Бадейкин?» «А где же Костя?» Стали спрашивать друг у друга ребята и искать его под партами. «Если Костя не откликается, значит его нет. Точка, точка. Огуречек. Получился Костя Бадейкин, который отсутствует». Учительница нарисовала в журнале Бадейкина. Затем Вера Альтовна положила журнал на стол и сказала. «Сегодня у нас будет урок «Чисто писание». Ура!» «А почему «Чисто писание»?» «Кто знает, чем «Чисто писание» отличается от «Грязно писание». Леночка Синичкина, ну?» «Чисто писание» – это когда пишут чистыми руками, а «Грязно писание» – когда грязными. «Молодец, Леночка! Сегодня мы занимаемся «Чисто писанием». «У всех руки чистые!» «У всех!» Дети стали поднимать руки вверх и показывать, что они чистые. «А у меня грязные. Я перед уроком цветы сажал». Вытирая руки о свитер, пробубнил Тёма Васильев. И Тёма быстренько сходил и вымыл руки земляничным мылом. «Ребята, сегодня мы будем проходить новое слово!» «Я принесла его с собой!» Вера Альтовна достала из-под стола синюю спортивную сумку и вынула из неё большого рыжего кота. «Кто это?» «Это новое слово!» Сообразил Тёма, который был очень доволен, что вымыл руки и мог теперь вместе со всеми заниматься «Чисто писанием». «Новое слово!» «Лежало на столе рядом с журналом и махивало кончиком хвоста над рожицей отсутствующего Бодейкина. «Открывайте, пожалуйста, тетради и рисуйте новое слово!» Все взяли цветные карандаши и принялись старательно его рисовать. Только у Коли Архипова новое слово получилось не рыжее и даже не жёлтое, а зелёное, потому что зелёный был его любимый цвет. «А теперь мы научимся его писать!» Вера Альтовна легонечко постучала по столу, на котором лежало новое слово. «Рыжий кот» грациозно спрыгнул на пол. Под общий восторг детей он встал на задние лапы и начал водить мелом по доске. Вот что у него получилось. «Кот» После чего каждый ученик старался прочитать новое слово, и если делал это правильно, рыжее слово одобрительно мяукало. «К» да «О» «О» и «Т» «Кот» И пока дети тщательно выводили новое слово, рыжий кот довольно мурлыкал. Он был рад, что новое слово школьникам понравилось. Неожиданно дверь открылась, и в класс вошёл Костя Бадейкин. Он застенчиво улыбнулся и так же застенчиво прошептал. «Здравствуйте, Вера Альтовна! Простите, что я опоздал. Соседский кот залез на дерево, испугался, и мне пришлось его снимать». «Мяу» Замяукал рыжий кот, потому что услышал от Кости новое слово, а может просто поблагодарил мальчика за его поступок. «Проходи, Костя, урок чистописания закончен!» «Поём песенку на перемену дружненько и…» «Мы сегодня научились рисовать, читать, писать. Нам пора на перемену веселиться и играть». И дети убежали на перемену, а рыжий кот куда-то исчез. Наверно, пошёл в другую школу помогать ребятам учить новое слово. «Мяу» Школа «Одуванчик» – урок природонаблюдения. Ученики первого Я-класса под руководством Веры Альтовны молчали. Так у них начинался урок природонаблюдения. Потому что наблюдать природу удобнее в тишине. Сегодня они слушали звуки и решали, какой звук самый главный. Первой подняла руку Лена Синичкина. Она всегда поднимала руку первой. «Я слышу, как в актовом зале поёт хор. Этот звук бывает главным на праздниках. А я почему-то не слышу, как растут деревья. Вот брат у меня растёт, слышно!» Это поделился наблюдениями Тёма Васильев. А Костя Бадейкин услышал, как кричат ребята, защитники Снежной крепости. Этот звук, по его мнению, был самый громкий, а, следовательно, и самый главный. Миша Топотыгин посчитал, что главный звук должен быть трудолюбивым. «Главный звук у нашего дворника Петра Артамоновича. Он на войне был, поэтому порядок любит». Вера Альтовна выслушала всех учеников, а потом ребята сообща решили, что главным звуком на сегодня надо считать Петра Артамоновича. «А раз так, то я научу вас определять стороны света по Петру Артамоновичу». Ребята очень удивились, а больше всех удивился Коля Архипов. «Уж он точно знал, что стороны света определяют по компасу, по карте или, в крайнем случае, спрашивают у милиционера». Но вскоре все выяснилось. Оказалось, что школьный дворник Петр Артамонович в свободное от работы время увлекался спортивным ориентированием, поэтому без проблем мог определить, где север, юг, запад и восток. А так как в работе он любил чистоту и порядок, то двор всегда чистил строго с севера на юг. «Надо же, как птица на юг летит!» Ученики посмотрели в окно и обнаружили, что дворник Петр Артамонович уже принялся разгребать сугробы из севера на юг, то есть от школьного забора до школы тянулись вычищенные от снега дорожки. «Значит, окна нашего класса смотрят на север, а дверь выходит на юг. А классная доска на западе. Надо же, куда она забралась?» «Получается, что я сижу на самом востоке класса!» Зориентировался Костя Бадейкин, сидящий за последней партой. Ему вдруг захотелось постоять на западе у школьной доски. Лена же мечтала оказаться на юге, а Коля и Архипу в детстве читали восточные сказки, поэтому он заинтересовался востоком. Так, к концу урока, все ученики не только научились определять стороны света, но и побывали на юге, на севере, на западе и на востоке класса. А дворник Петр Артамонович закончил чистить дорожки с севера на юг. Урок завершен. Пора идти на юго-запад в столовую, где повара уже сварили вкусную кашу. И ученики с удовольствием отправились на юго-запад есть кашу. Все-таки они были настоящие однокашники. Урок, на котором ученики первого «Я» обычно складывали, вычитали, умножали и делили, начался очень шумно. Дело в том, что у Тёмы Васильева и Миши Допотыгина оказалась одна ручка на двоих. С утра у каждого было по ручке, но к третьему уроку осталась только одна. А так как ручки у них были одинаковые, то они не знали, чья она и как её поделить. Половина класса считала, что это Тёмина ручка, потому что она была без колпачка. Вторая половина была уверена, что ручка принадлежала Мише, так как лежала ближе к его тетрадке. Учительница Вера Альтовна разобралась, в чём дело, и всех успокоила. В прошлый раз мы с вами научились делить яблоки. А сегодня разберём, что надо делать, если ручка одна, а учеников двое. Сказала Вера Альтовна и нарисовала на доске ручку и две ученические рожицы. Итак, перед вами задача. У двух друзей есть одна ручка. Что сделать, чтобы ручка была у каждого? Если мы отнимем ручку, то мальчики вообще не смогут писать, поэтому отнимать не стоит. Сложить мы тоже ничего не можем. Ручка всего одна, и то без колпачка. От того, что ручка одна, только ссоры умножаются. И поделить её нельзя. Если её разделить на два, она сломается, и писать ей уже не получится. Вы совершенно правы. Обычные действия сложения, вычитания, умножения и деления к этой задаче не подходят. Мы решим её совсем по-другому. Ведь вещи можно не только делить, ими ещё можно делиться. Если с мальчиками кто-нибудь поделится запасной ручкой, то ответ будет найден. И ребята тут же решили эту задачу. И Лена, и Коля, и Костя, и другие ученики первого Я-класса предложили Тёме и Мише свои запасные ручки. Мальчики взяли ручки у всех, чтобы никто не обиделся, и задача была решена у каждого. У Тёмы и Миши на парте собралось множество самых разнообразных ручек. И синих, и чёрных, и даже зелёных. Зато все были довольны. А теперь приступим к новому материалу. Вера Альтовна показала ученикам плакат, на котором было нарисовано дерево. Решите пример. Если прибавить к этому дереву другое дерево, а к ним ещё одно, и ещё что получим? Один лес. Абсолютно верно. А если один ручеёк плюс один ручеёк будет? Одна речка. Правильно. А что получится, если вместе сложить одну маму, одного папу, одну дочку и одного сына? Одна семья. Кором ответил первый я-класс, потому что все ученики очень хорошо усвоили новый материал. И последний пример на сегодня. Один ученик плюс один ученик плюс один ученик плюс... Что получим? Один ура! Воскликнули дети. Они были ужасно рады, что Колю можно сложить с Тёмой, и с Костей, и с Мишей, и со всеми остальными. И при этом получится один, зато дружный, весёлый и немного непоседливый первый я-класс. А я решил ещё один пример дополнительный. Один друг плюс один друг. Получается одна дружба на двоих. И тут он заметил ручку, которая к третьему уроку так коварно и неожиданно исчезла. Она спокойно лежала под батареей и слушала, как ребята решают свои примеры. Вот и отлично! Вы умеете складывать друзей, делиться ручками. А теперь самое время умножить свои прыгучие и бегучие способности на большой перемене! И все дети, подпрыгивая на бегу, устремились на большую перемену, самую любимую перемену первого я-класса. Школа одуванчик «Большая перемена» Как замечательно, что на свете существуют большие перемены! Ведь если бы их не было, никто бы не раскрасил стены школьной мастерской разноцветными красками, никто бы не накормил рыбок и хомячков из зелёной комнаты, никто бы не надул воздушные шарики в день рождения Веры Альтовны. Ничего бы этого не было, но, к счастью, для первого я-класса «Большая перемена» существовала. А раз так, то школе одуванчик приходилось только удивляться и распахивать двери музыкально-танцевальной комнаты и спортивного зала. Но на этот раз, на Большой перемене, произошло невероятное! Костя Бадейкин превратился в тигра! Он и сам не понял, как это произошло, просто сначала он заскользил лапами по паркету, потом зацепился хвостом за батарею и стал тигром! А мы что, хуже? Коля Архипов тут же замахал широкими крыльями, и все увидели, что на дверце шкафа сидит орёл. Он посматривал на ребят свысока, так что они сразу поняли, что он за птица. Все ждали, что Миша Топотыгин станет медведем или, в крайнем случае, коалой, но он запротестовал. Я даже в спектакле «Маша и три медведя» играл медведя, не хочу больше. У медведей, знаете, какая жизнь тяжёлая, им в снегу спать приходится, а мне мама даже без шапки на улицу выходить не разрешает. И друзья согласились с Мишей, который был уже не Мишей, а обезьяной. Тигр Костя сидел в засаде. Он был очень хорошим охотником, смелым и сильным, и мог подолгу там сидеть. Но в засаде его нашла Лена Синичкина. Она сказала, что в наше время хищникам остаётся охотиться только на пыль. Девочка дала ему веник и поскакала в соседний класс болтать с подружками-белочками. А тигр Костя стал охотиться на пыль веником-хвостом. Один Тёма Васильев ничего не видел и не знал, потому что ел яблоки, заботливо положенные в портфель бабушкой. Но одному есть яблоки скучно, поэтому он решил угостить друзей. Яблок было много и в руках они умещаться не хотели. Как хорошо ёжикам. Они могут носить на спине столько яблок, сколько надо. Подумал Тёма и превратился в ёжика. Охота на пыль у тигра Кости к тому времени уже была закончена, и он с удовольствием полакомился яблоками. Девочки-белочки хрустели яблочками в дупле, и только обезьяна отказалась от угощения и призналась, что очень любит мёд. Орёл прилетел из учительской с яблоком в клюве. Он хотел угостить Веру Альтовну, но её там не оказалось. Может быть, она тоже превратилась, к примеру, в микроорганизм? Предположил проходящий мимо взлом. А уроки у нас теперь микроучитель вести будет? Нет уж! Нам нужна наша Вера Альтовна! Испугались белочки и тотчас они стали прежними девочками. Никуда от нас Вера Альтовна не денется! Рассудил Коля, недавно бывший орлом. Просто она к следующему уроку готовится, и нам на урок пора. Позвал друзей Миша, которому уже надоело быть обезьяной и захотелось стать снова Мишей. У Тёмы уже давно закончились яблоки, и надобность в колючках отпала. «Эх, вот так всегда! На самом интересном месте! А я ведь только охотиться начал!» Вздохнул тигр Костя и послушно побрёл в класс, запоминая место засады, чтобы уже на следующие перемене добыча от него не ушла. А хвост по дороге у него куда-то пропал, потому что на уроке он был совершенно бесполезен. Школа одуванчик. Урок сюрприза деланья. Весь первый я-класс сидел и ждал учительницу Веру Альтовну. Урок не начинался, потому что тоже ждал Веру Альтовну. И классная доска, и мел тоже её ждали. И она появилась. Но не как обычно через дверь. Вера Альтовна вылезла из шкафа, в котором хранились исторические карты, новогодние костюмы и музыкальные инструменты. В руках у неё был букет цветов и большая коробка. Угадайте, что это? Спросила Вера Альтовна учеников и поставила коробку на стол. Это сюрприз? Догадался Тёма, который обожал всяческие сюрпризы. Правильно. А теперь догадайтесь, что мы будем учиться делать на уроке. Сюрпризы. 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 Всё верно. По расписанию у нас урок «Сюрпризы делания». Вначале проведём устный опрос. Скажите, какие бывают сюрпризы? Что тут началось? Ведь каждый хотел поучаствовать в устном опросе. Поэтому в классе выросло чаще рук. Чтобы никому не было обидно и никто никого не перебивал. Ведь это так смутительно, когда тебя перебивают. Вера Альтовна предложила отвечать по цепочке. Сюрпризы бывают? Большие. Смешные. Неожиданные. Своими руками сшитые. Вкусные. Усные. Бумажные. Личные. Отличные. Все были правы. Все были молодцы. И чтобы не благодарить каждого ученика в отдельности, было решено поблагодарить друг друга хором. И ребята сказали друг другу «Молодец!» Да так громко, что их услышал дворник Пётр Артамонович. «Молодец! Молодец! Молодец!» Он переложил лопату из правой руки в левую, поправил шапку-ушанку и сделал довольное лицо. «Молодец!» «Молодец!» «Ну ладно!» Дворник решил, что это директор увидел, как хорошо он очистил школьный двор от снега и поблагодарил его. Так ученики первого «Я», сами о том не догадываясь, сделали первый сюрприз на уроке «Сюрприза делания». «Вторая часть нашего урока практическая!» «Скоро Новый год! Время сюрпризов!» «Мы научимся делать сюрпризы для тех, кого любим!» «Любой сюрприз состоит из двух частей!» «Изготовительная, вторая – вручительная!» Объяснила задание Вера Альтерна. На уроке предполагалось справиться с изготовительной частью, а вручительная становилась домашним заданием. Вера Альтерна открыла большую коробку, а там оказались краски, кисти, пластилин, ножницы, лоскутки, цветная бумага и даже сосновые шишки. Это инструменты мастера «Сюрприза делателя». И будущие мастера, а пока еще только ученики «Сюрприза делателя» разобрали инструменты и принялись изготавливать сюрпризы. Коля Архипов решил сделать из сосновых шишек сосновых птиц для дедушки-профессора. Лена Синичкина клеила для мамы шкатулку из цветного картона. Тема нечаянно испачкался в акварельной краске, поэтому ему пришло в голову отпечатками пальцев нарисовать картину. Он назвал ее «Утро в стране грязнули» и собирался подарить младшему братику, который в школу еще не ходил и сюрпризы делать не умел. И то ли инструменты были волшебные, то ли ученики «Сюрприза делателя» так старались, что сюрпризы начали возникать почти неоткуда. Лена вовремя предложила Теме носовой платок, чтобы тот вытер пальцы. Костя на минутку отвернулся, а кто-то уже сложил на парте его краски, кисти и альбомы в аккуратную стопку. У Веры Альтовны за время урока на столе появился пластилиновый клоун Федя, рисунок зеленой розы, зеленой ромашки и зеленого мака. Кто-то очень любил зеленый цвет. А также необходимые в работе учителя закладки. В конце урока инструменты были сложены в коробку, а сюрпризы готовы ко второй вручительной части. А цветы, которые я принесла на урок, мы подарим дворнику Петру Артамоновичу, потому что сегодня у него день рождения. Слава, с днем рождения! И Петр Артамонович их услышал, и лицо у него сделалось совсем довольным. С днем рождения тебя! Школа одуванчик. Урок сказка-сочинение. Вера Альтовна принесла в класс большую старую книгу. ВОЛШЕБ Успел рассмотреть часть названия любознательный Коля. Волшебный учебник? Волшебные задачки! ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ! Эта книга принадлежала еще моей прабабушке. Потом она подарила ее моей бабушке, а бабушка отдала мне. Разве книги живут так долго? Книги живут долго, если их любят и о них заботятся. Сейчас я прочитаю вам мою любимую сказку. Шепотом сказали дети, потому что нельзя кричать, когда рассказывают сказки. Жил-был мальчик. У него было три друга. Большой кожаный диван, подзорная труба и котенок Шприц. Диван был не совсем диван, а еще немножечко корабль, на котором мальчик путешествовал. В подзорную трубу он высматривал необитаемые острова, а Шприц был лучшим в мире матросом. Летом открывать острова было легче, чем зимой. Котенок через открытые двери террасы выбегал в сад и забирался на яблоню. Мальчик исследовал яблоневый остров и давал ему название. Так продолжалось до тех пор, пока мальчика не решили отдать в школу, и он очень огорчился. Почему? В школе можно открывать не только яблоневые острова, но и арифметические и правописальные. Да, но мальчик об этом еще не знал. К тому же котят в школу не брали, а Шприц был его лучшим другом. Так вот, он задумал побег вместе с котенком, подзорной трубой и только старый кожаный диван вынужден был остаться в гостиной. Что же случилось дальше? Об этом никто не знает. Как? Дело в том, что середина сказки куда-то пропала. Видимо, лист случайно выпал и потерялся. И ни бабушка, ни прабабушка не помнят, что было дальше. У сказки есть только начало и несколько последних строк. Это не честно. У всех сказок должна быть середина. А давайте придумаем ее сами. Точно. Давайте придумаем. Да, да. Тема, начинай. Я думаю, что мальчик все-таки ушел из дома и сделал себя путешественником, а Шприц ему во всем помогал. Им вдвоем пришлось сразиться с лесными пиратами и морскими партизанами. И, конечно, они их победили. А благодарные жители, которые намучились с этими разбойниками, сделали мальчика правителем города. А котенку каждое утро давали молоко. Но городом управлять было гораздо труднее, чем сражаться с пиратами. Поэтому мальчик решил пойти в школу. Поэтому он отпросился у жителей и вернулся домой, чтобы немного походить в школу и научиться управлять городом. А чем же заканчивается сказка? А в конце написано вот что. Мальчику очень понравилось в школе. Он научился читать книги о далеких морях и странах, определять по карте широту и долготу. И начал учить языки, на которых разговаривают чужеземцы. Но больше всего он любил играть с друзьями-мальчишками, бегать с ними в догонялки, строить крепости и открывать новые острова, как в нашей школе. Удивились дети и стали осматривать класс. Нет ли здесь этого самого мальчика? Мальчика не было, зато на столе у Веры Альтовны лежала большая книга со сказкой, которую они только что сами сочиняли. Какая интересная сказка! Но без вас бы она никогда не была рассказана! Подвела итог учительница и отпустила ребят на перемену. Вера Альтовна вошла в класс и радостно объявила. Настало время вашего любимого урока! Любимым зимним уроком первого Я-класса был урок снеготоптания, потому что летом, весной и осенью он не проводился. Ученики переоделись в яркие спортивные костюмы, натянули теплые куртки и шапочки, взяли лыжи и вместе с Верой Альтовной направились в лесопарк. По дороге Коля Архипов рассказал Теме Васильеву про лесопарк. В лесопарке живут деревья и люди ходят к ним в гости. А луна-парк живет луна? Я не знаю, но я спрошу у дедушки, он профессор и знает про луну все при все. Ученики первого Я пришли в лесопарк и надели лыжи. Это было не простое дело, поэтому мальчики помогали девочкам, девочки мальчикам, а Вера Альтовна помогала всем. Затем она объяснила задание. Топтать снег надо в специально отведенном месте, которое называется лыжня. А у меня нет лыж, я их дома забыл. Мне придется топтать снег не в лыжах, а в сапогах. Для сапог тоже есть специально отведенное место – сапожня. Подсказала Лена Синичкина и Миша сразу же успокоился. Те, у кого нет лыж, будут кормить снегирей. Миша Топотыгин очень обрадовался, а Коля Архипов рассказал, что смотрел научный мультфильм про птиц. Представляете, ученые в мультфильме предположили, что дальними родственниками снегирей по птичьей линии являются дождири, санцери и звездари. Ну, насчет санцерей и звездарей я ничего не слышала. А вот дождири наверняка существуют, потому что во время дождя у меня за окном кто-то очень звонко поет. Итак, Миша Топотыгин и еще несколько учеников пошли кормить снегирей, а заодно получили задание посмотреть, не встретятся ли где-нибудь по дороге санцери и звездари. Ведь корм зимой нужен всем птицам, даже солнечным и звездным. Остальная часть класса начала топтать лыжами снег в положенном месте от таблички «Старт» до Веры Альтовны. Всем желающим Вера Альтовна наливала из термоса горячий малиновый чай. Вскоре и те, и другие с заданием справились. Снегири были накормлены, а лыжня протоптана. А теперь мы избавим лес от ненужных гостей. А кто здесь ненужные гости? Неужели это наш класс? Да нет же, ненужные лесные гости – это мусор, бумага, бутылки, пакеты – все то, что приносят в лес люди. У каждого должно быть свое место, свой дом. Белки живут в дупле, медведи в берлоге, люди в квартире. А где положено жить мусору? Ребята задумались. Мусор валялся везде – на улицах, в подъездах и даже в лесу. Это было очень нехорошо. Получалось, что мусор был бездомным. Вера Альтовна им объяснила, как это получается. Сначала мусор живет в магазинах в виде фантиков и оберток. Затем, когда конфеты и шоколад съедены, он попадает в карманы детей и взрослых. А оттуда ему положено перебираться в мусорное ведро. Мусор выбрасывают в специальные контейнеры, которые отвозят на завод по переработке мусора. На заводе из мусора делают новые вещи. Ух ты! Теперь я всегда буду выносить мусор без маминого напоминания. Чтобы тот, чтобы тот поскорее добрался до завода и стал новой вещью. Подумал про себя Костя. Каждый ученик получил по специальному пакету, в который надо было собирать мусор. Ребят было много и очень скоро ненужные лесные гости были отправлены в контейнеры. Лес может дышать свободно! До конца урока еще осталось время. Поэтому вы сможете слепить снежного мальчика и снежную девочку. И ребята слепили снежного мальчика и снежную девочку. Чтобы лесу после их ухода не было скучно. А на дом они получили задание. Научить своих родителей тому, чему они сами научились на этом уроке. Снеготортанию, птицекормлению и мусорособиранию. Вот и закончился учебный день первого Я-класса в школе «Одуванчик». После уроков ученики, как обычно, получили вкусный шоколад от школьного врача Эльвиры Павловны. Потому что шоколад развивает способности и улучшает настроение. Настроения было так много, что его хватило даже на соседей. Вот так школа «Одуванчик», — говорили довольные соседи. Дети туда идут с радостью, а возвращаются с настроением. И, конечно же, они жалели, что стали взрослыми и не могли ходить в школу «Одуванчик». Часть вторая. День за днём в школе «Одуванчик». День варенья. Каждый новый день в школе «Одуванчик» не похож на другой. Именно поэтому первый Я-класс так любит свою школу. Вы же с удовольствием станете ходить туда, где вас ждут сюрпризы, неожиданности и открытия. А у первого Я сюрпризы, неожиданности и открытия случаются каждый день. Сегодня у первого Я была радость. Они ждали гостя, вернее, гостью, бабушку Миши Топотыгина. Сама бабушка школу закончила давно, но очень хотела посмотреть, как учится её внук, познакомиться с его друзьями и Верой Альтовной. После уроков первый Я наводил в классной комнате красоту и чистоту. Мальчики двигали парты и стулья, девочки готовили чашки к чаепитию, а Костя Бадейкин с помощью Веры Альтовны вывел на классной доске «Да здравствует бабушка». И бабушка появилась. И не просто так, а с большой сумкой, в которой лежали пирожки и варенье. Ведь она была настоящей бабушкой. Бабушке сразу же понравился первый Я-класс. Представьте, что вы приходите в незнакомое место, а там вам все улыбаются, предлагают самый удобный стул, самую красивую чашку, да ещё и стихи про кошку рассказывают. Стихи Леночка Синичкина выучила специально к приходу бабушки. Ученики первого Я с бабушкой познакомились и принялись за чаепитие. Пирожки были вкусные, ещё тёплые, а варенье оказалось из-за дуванчиков. Какое замечательное у вас варенье! Да что вы! Если хотите, я вам рецепт дам. Оно очень просто готовится. Нужно 800 одуванчиков, 100 столовых ложек сахара и 1 лимон. И пока бабушка учила Веру Альтовну делать варенье из-за дуванчиков, ребята решили, что её надо развлечь историями. Но вот какими историями развлекают бабушек, точно никто не знал. Наконец, Костя заявил. Все бабушки любят страшные истории. А я как раз помню одну про вампира Серёжу, который не учился в школе. Не знаю, как бабушки, а я страшные истории слушать отказываюсь. С бабушками надо про огород беседовать и про урожай. Какой же урожай весной! Его собирают по осени. Сейчас даже грибов не найдёшь. Уж лучше ей последнюю серию мультиков пересказать. Все бабушки обожают смотреть телевизор. Моя бабушка в молодости фигурным катанием занималась. Только я истории про фигурное катание не знаю. Ребята приумолкли, пытаясь выдумать что-нибудь про фигурное катание. Но им помогла сама бабушка. Бабушки умеют вовремя помочь внукам и их друзьям. А хотите, я вам историю одну расскажу? Конечно, конечно, спасибо. Дружно согласились ребята, а Костя даже для убедительности встал со стула, чтобы внимательней её слушать. Когда я была маленькая, то жила в деревне и ходила учиться в деревенскую школу. Дорога лежала через ромашковое поле и опушку леса. Я всегда добиралась до школы одна и никогда не боялась, пока не произошёл один случай. Я же говорил! Все бабушки обожают страшные истории! И для того, чтобы было не так страшно слушать, Костя сел обратно на стул. Однажды, выйдя из школы, я заметила на стене объявление охотника. В нём говорилось, что в лесу появился серый волк. И девочкам ходить через лес опасно. Правда, слово охотник было написано через А. Я тогда ещё подумала, что он плохо в школе учился. Но делать нечего, домой идти пора, да одной больно боязно. Но тут, к счастью, подошёл ко мне мальчик и сказал, что волков он не боится, а когда вырастет, станет охотником и лесником, чтобы порядок в лесу навести. Так он меня до дома-то и проводил, и мы с ним подружились. А мальчик стал потом охотником? А я, деточка, не знаю. Я после в город переехала и больше его не видела. Конечно, он стал охотником! Если он волка не испугался, то охотником стать легче лёгкого! История, видимо, очень Косте понравилась, хотя оказалась не такой уж страшной. И тут, мимо классной комнаты первого я, проходил Пётр Артамонович. Он прибрал школьный двор, подсыпал земли в клумбы с одуванчиками и нёс свой рабочий инструмент в кладовую. Вера Альтовна позвала его в класс. Пётр Артамонович, идите к нам пить чай! Пётр Артамонович, у нас пирожки есть и варенье. От такого предложения Пётр Артамонович отказаться не мог. Он стал с ребятами пить чай и нахваливать бабушкины пирожки. Вы на варенье, на варенье налегайте. А дуванчиковое варенье память улучшает и повышает интерес к учёбе. Да, мне бы такое варенье, когда я в школе учился. Я бы тогда одни пятёрки получал, даже по-русскому. Расскажите нам какую-нибудь историю. Припоминаю я такой случай. Понравилась мне одна девочка, и захотел я с ней подружиться. А как это сделать? Девочки в наше время с мальчиками не особо водились. Считали нас забияками и двоечниками. Не то что вы. И в учёбе, и в играх. Всё рядышком. Вот я и придумал такое дело. От хулиганов её защищать. Но настоящих хулиганов у нас не особо нашлось. И тогда я решил защитить её от хищника. От медведя или волка, например. Написал объявление, чтобы девочки одни в лес не ходили. И пошёл её провожать. Иду. А самому страшно. Вдруг и вправду волк появится. Рассказывает Пётр Артамонович свою историю. А дети Вера Альтовна и Мишина бабушка потихоньку смеяться начинают. И когда он рассказ свой завершил, то все ужасно развеселились. Смотрит на них Пётр Артамонович и не поймёт, в чём дело. Петя, Петя, так значит не стал ты охотником. Проговорила наконец сквозь смех Мишина бабушка. Присмотрелся к ней Пётр Артамонович повнимательней. И даже очки достал. Маша, это ты. И обниматься бросился. А я после войны на заводе работал по изготовлению игрушечных зверей. А на пенсию вышел и в одуванчик устроился. Очень Пётр Артамонович счастлив был, что встретил подругу детства. И Мишина бабушка была довольна. И первый я тоже очень радовался. А Коля Архипов потом сказал, что всё это из-за одуванчикового варенья произошло. Ведь оно память улучшает. Вот они и вспомнили друг друга. И с тех пор ребята это варенье очень полюбили. И Мишина бабушка часто заносила его в первый я, когда приходила в гости к Петру Артамоновичу. Школа одуванчик. День карантина. С утра школьного врача Эльвиру Павловну ожидала неприятное известие. Не успела она зайти в свой кабинет, надеть халат цвета витамина С, как раздался телефонный звонок. Алло. 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 Эльвира Павловна? Да. Это из больницы. Мальчик-первогласник заболел свинкой. Ох, какая неприятность. И что же теперь делать? Поэтому немедленно весь первый класс надо сажать на карантин. А затем всем поголовно делать прививки. Я поняла. Всего доброго. Эльвира Павловна так разволновалась, что даже не спросила имя, фамилию больного. Она бросила трубку на рычаг и поспешила в первый я принимать срочные профилактические меры. В первом я царила утреннее гадушие. Тема пускал мыльные пузыри, Лена поливала кактусы, а Костя играл сам с собой в крестики-нолики, причем Костя-нолик выигрывал уже 3-1. Взволнованная Эльвира Павловна ворвалась в кабинет первого я. Ребята, кого нет в классе? Ученики посмотрели друг на друга и дружно ответили. Нет, Гера Адамовна. Я не об этом. Кого из детей нет? Ну, Мишки. Мальчики, мальчики и девочки. Миша заболел. Чем я заболел? Раздался голос у нее за спиной. Свинкой. Вы прямо как моя бабушка. Чуть что, сразу температуру мерить. Я же только тряпочку для доски в теплой воде промыл. Эльвира Павловна поняла, что ее дезинформировали, и поставила вопрос ребром. Дети, я спрашиваю, кто вообще не пришел в школу? Этот вопрос оказался сложным, потому что, как только находили отсутствующего, он тут же объявлялся в классе. А давайте сядем за парты. Догадался Тема Васильев. И через минуту выяснилось, что в первом я присутствуют все ученики, все, кроме Коли Архипова. Эльвира Павловна строго объявила. Коля в больнице. У него свинка. Нет, у него собака. Я точно знаю. Гладкошерстный бультердог. Я тоже мечтаю собаки. Свинка – это болезнь. Причем заразная. Поэтому в первом я-классе объявляется карантин. Слово карантин было очень похоже на карнавал и карамель. И казалось чем-то веселым и вкусным. Поэтому дети не поняли, как этот самый карантин связан со свинкой, да еще с Колей Архиповым. Но Эльвира Павловна им объяснила. Карантин – это лечебно-профилактическое мероприятие. Чтобы не распространить источник заболевания на всю школу, всем нужно оставаться на своих местах. Из класса пока не выходить. Ждать меня Эльвиру Альтовну. А я пока пойду и приготовлю все для прививок. Эльвира Павловна стремительно покинула класс. Вот это да! Бедный Коль! Болеть в первом я не любили и делали это в самом крайнем случае. Да и как можно болеть, когда каждый день в школе-одуванчик случается что-нибудь необыкновенное? Кому захочется валяться дома в кровати, когда можно разучить веселую песню, услышать историю про самую высокую гору или увидеть настоящего писателя? Даже Миша Топотыгин специально однажды занизил себе температуру, чтобы пойти на урок странно-путешествия. Но с Колей, видимо, случилось что-то серьезное. Чем он там заболел? Какой-то спинкой. Значит, он теперь хрюкает. Я ему вчера по телефону звонил, и он не хрюкал, только акал, дакал и ха-ха-хакал. Может, он мультиков про свиней пересмотрел? Или ему на ночь сказку про просят читали? Да разве от мультиков заболеешь? Это, наверное, наследственная болезнь. Вдруг у него какой-нибудь родственник в год свиньи родился? У меня папа в год свиньи родился, а даже гриппом не болел. И мне болеть не разрешают. Он говорит, что настоящие мужчины не болеют, а помогают бабушкам ходить по магазинам, мамам мыть посуду, а в школе получают одни пятерки. А я, чтобы не болеть, витамины ем. Я их в чем-нибудь ем. Летом витамины поселяются в овощах и фруктах, а зимой в банках с медом. В школе, чтобы вылечиться, нельзя есть то, что любят свиньи. Желуди там всякие. Пусть уж лучше капусту и морковь ест. Они полезные. Ага, он тогда вместо свинки какой-нибудь зойкой заболеет. Нам всем надо идти к Коле в больницу. Как только он нас увидит, сразу про своих свиней забудет. Но мы не можем никуда идти. У нас карантин. Что же, нас теперь и в столовую не пустят. Я уже немного проголодался. Если нам Коле нельзя, давайте ему письмо нарисуем и через Веру Альтовну передадим. Только, Джор, свиней не рисовать. Пока первый я рисовал Коле Архипову ободрительно-оздоровительное письмо в больницу, Эльвира Павловна в своем кабинете готовила шприцы и лекарства для прививок. Дети любили заходить в кабинет Эльвира Павловны, потому что все стены были в нем разукрашены веселыми фруктами. На полках всегда лежал полезный шоколад, а все желающие могли измерить свой рост и определить, подросли ли они за неделю. И тут снова раздался телефонный звонок. Алло, алло? Алло. Эльвира Павловна? Да, да. Ты из больницы. Я слушаю. Звонили из больницы, но на этот раз новости были утешительные. Оказалось, что там перепутали школу и свинкой. Заболел не ученик одуванчика, а совсем другой мальчик. Так что прививки детям делать не надо, из карантина их можно снять. А как чувствует себя тот? Не наш мальчик. Уже лучше. И совсем скоро он поправится. Вот и славно. Обрадовалась школьный врач и поспешила в первый я с хорошей вестью. Карантин был отменен, и ребят повели в столовую, чему особенно был рад Миша Топотыгин. А что же Коля? Почему он не пришел в школу одуванчик, если был здоров? А Коля вместе с дедушкой профессором присутствовал на научной конференции по грибам-ворчунам. Ученые вывели новый сорт грибов, названных ворчунами или по-научному ворчуну-с. Эти грибы легко собирать в лесу, потому что они сами громко ворчат друг на друга и тем самым выдают себя грибникам. Коля очень хотел попасть на конференцию и узнать про эти грибы. Вот дедушка и взял его с собой. А утром, когда он пытался дозвониться в школу и отпросить внука, телефон был занят. На следующий день Коля пришел в первый я и рассказал одноклассникам про ворчуну, а они ему про карантин. Услышав историю про свинку, Коля весело рассмеялся и пообещал друзьям. Я никогда свинкой не заболею. Грибы и те ею не болею. Школа одуванчик. День желаний. В школе одуванчик регулярно проводился день исполнения желаний. К нему готовятся заранее, выбирают самые интересные желания и придумывают, как их исполнить. Ко дню ИЖ, как его называют в одуванчике, вызревают самые отборные желания. Однажды на ИЖ было вынесено желание одуванчики в город. И все обитатели школы под руководством учителя по растению ухаживанию разбили по всему городу клумбы с одуванчиками. Что это были за клумбы? Прохожие любовались одуванчиковыми солнышками, одуванчиковыми зайчатами. А на центральном газоне был высажен одуванчиковый корабль. На этот раз день исполнения желаний проводился силами первого я-класса. Ребята очень волновались и старались, потому что все хорошие и добрые желания надо выполнять самым лучшим образом. К тому же первое я впервые устраивал день ИЖ на всю школу. Поэтому к выбору желания ученики подошли серьезно. А давайте угостим всю школу мороженым. Но ведь не все любят мороженое. Тогда медом. Мед все любят. Все любят шоколадные конфеты и газировку. Это не пойдет. Надо желание сделать своими руками. А газировку мы разве чужими руками разливать будем? Своими руками значит, что никто до нас этого не делал, а газировку в буфете разливают. А, ясно. Тогда надо учительскую кабинет директора перенести в спортзал. Почему в спортзал? В спортзале есть штанга, канаты, много мячей. Любой директор мечтает после уроков попрыгать через козла. А уж на перемене учителя смогут в футбол поиграть. Мне все-таки кажется, что в спортзале тетради учителям проверять неудобно. Зато в волейбол играть удобно. Но Костю почти никто не поддержал. Если учителя перейдут в спортзал, то кто гарантирует, что они не станут проводить уроки на лестнице? А ученики первого я любили свой кабинет и на лестнице заниматься не хотели. Придумал. Мы достанем вертолеты и будем после урока всех по домам развозить. Во-первых, не развозить, а разлетать. Потому как развозят на машине, а на вертолете разлетают. А во-вторых, где мы его достанем? Ведь на уроках конструктомоделирования мы вертолеты и летовозы еще не проходили. Ребята задумались, но тут пришла Вера Альтовна, и проблема разрешилась сама собой. Пора на обед в столовую. Столовую. Столовая. Столовая. Так появилась идея о месте проведения дня исполнения желаний. Столовая школы «Одуванчик» была местом часто посещаемым и поэтому любимым. Ведь знания лучше усваиваются детьми вместе с супом. Повара «Одуванчика» об этом помнили и всегда старались приготовить что-нибудь мозгопитательное и знания вколотительное. Даже блюда в меню назывались по-особому. Суп. Одни пятерки. Салат. Хочу все знать. Компот. Дружный класс. Идея, которая появилась у ребят, была связана со школьной столовой. И обсуждали они ее именно там. Столовая уходит каждый день. Значит, и в день исполнения желаний придут. Тут-то мы всех и удивим. Неужели медом? Обрадовался Миша Топотыгин, но на него посмотрели так, что он понял, на этот раз медом удивить не удастся. Впрочем, никто пока не знал, чем удивить школу «Одуванчик» в день исполнения желаний. Первый я класс уже справился с первым, взялся за второе, а придумано ничего не было. И только когда ребята допивали третье с булочками «Сосчитай изюм», Миша Топотыгину пришла в голову гениальная мысль. Потом, когда мальчика спрашивали, как она к нему пришла, он скромно отмалчивался. Но на самом деле это произошло благодаря булочке. Миша удалось насчитать целых десять изюминок. А для первого класса сосчитать до десяти – дело непростое. А светлые мысли приходят в светлую голову. В день исполнения желаний в столовой зазвучала приятная музыка. Но всех спешащих на обед ждал сюрприз. Столовая была пустая. То есть совсем пустая. То есть кроме музыки там ничего не было. Зато на школьной веранде их встречали настоящие морские пираты и угощали своей добычей. Кто откажется попробовать пиратскую еду? Но где в наше время отыщешь пиратов? А в школе одуванчик можно и с пиратами отобедать, и самому пиратам стать хотя бы на один день. День исполнения желаний. Бывалый пират Костя всем советовал попробовать пиратские щи из морской капусты. Пират Тёма разносил тефтели на бордош. А пиратка Леночка в новой накрахмаленной тельняшке угощала учеников чаем цвета морской волны и конфетами парус. Обед получился такой пиратский, что все почувствовали себя настоящими морскими волками, а некоторые даже морскими лисицами, медведями и котами. А в конце обеда Хорф Лебустьеров исполнил песню о том, как хорошо живется пиратам. Они рано встают, делают зарядку на берегу, а потом выходят под трусами в открытое море, ищут там пиратов, бездельников и недоучек, привозят их в свою крепость и перевоспитывают. Потому что количество образованных пиратов в мире должно увеличиваться. Пирату понятно, что такой обед в школе-одуванчик запомнился. И из разных классов ещё долго раздавался мотив задорной пиратской песенки. А что же пираты первого я? А они, как самые взаправдышные пираты, помогли поварам помыть посуду после обеда. Ведь настоящие морские пираты любят воду и посуду для них помыть. Дело привычное. Школа-одуванчик. День на бекрень. Бывают дни, когда всё получается не так. Или получается так, что лучше бы вообще не получалось. Вот и с первым я однажды так произошло. Всё началось с того, что Лена Синичкина не пошла к доске рассказывать стихотворение, несмотря на то, что знала его наизусть и на всех уроках поднимала руку первой. Она только огорчённо пролепетала. Я боюсь, что забуду последнюю строчку. Это ты где-то боюшку подхватила. Я, когда маленький был, тоже боюшек нахватался. Дома один боюсь. Собаку на улице боюсь. Даже варежки надеть боюсь. Как же ты справился с боюшками? Не помню. Может, молоко по утрам пил. Пока Тёма морщил лоб, пытаясь вспомнить лекарство, а побледневшая Леночка размышляла, как ей теперь жить с боюшкой и сколько молока пить надо по утрам, неприятность стряслась с Колей Архиповым. Все ученики записывали новое правило. И лишь Коля скучал и смотрел в окно. Вера Альтовна забеспокоилась, потому что Коля обычно интересовался не только тем, что проходили на уроке, но и тем, что не проходили. И особенно тем, что изучать не будут. А тут оказалось, что слушать новое правило Коли лень. Ну вот, а у этого теперь ещё и Ленюшка. Вера Альтовна, может, нам класс проветрить, а то ведь лучших людей теряем. Тёма, открой, пожалуйста, окно. Хорошо. Тёма с готовностью встал, но вместо того, чтобы выполнить просьбу учительницы, пошёл к двери и распахнул её. Тёма, садись-ка лучше на место. Велела Вера Альтовна и сама направилась к окну. Но Тёма сел за стол Веры Альтовны и сильно удивился, не найдя на нём своих учебников и тетрадей. А у этого, похоже, растерюшка. А я-то думал, что один забываю, куда вещи кладу, и правый носок с левым путаю. Тёма из-за растерюшки так и не нашёл свою парту. А Коле было лень ему подсказать. А я сегодня, как назло, с утра плюшек найдётся. Вдруг у меня тоже какая-нибудь плюшка-жаднюшка обнаружится. Что же теперь делать? Как же я буду учить первый я, если в нём поселились боюшки, ленюшки, растерюшки и грустюшки? Вера Альтовна так и не открыла окно. Вместо этого она отправилась за помощью. Школьный дворник Пётр Артамонович в это время сушил на солнышке свои инструменты – метлу, лопату и жестяное ведро. Он был опытный дворник и мог дать совет в любой области. Вера Альтовна постаралась объяснить Петру Артамоновичу ситуацию с боюшками и растерюшками и попросила что-нибудь сделать. Такие случаи науке известны. Просто класс надо почаще проветривать, а ребятишек в перемену на солнышко выводить. Так им ни одна зараза не пристанет. Как же теперь быть? Не волнуйтесь, сейчас разберёмся. Главное, чтобы инструменты были под рукой, тогда и порядок будет, и дети не забалуют. И Пётр Артамонович решительно направился в первый я-класс. А в первом я ситуация становилась критической. Ученики были бы и рады избавиться от своих плохушек. Да не могли. К тому же откуда-то повылезали забиюшка, вреднюшка и языкопоказушка. Слушай, Ванну, стулья на парте, сами туда же. Ученики всегда слушались Петра Артамоновича, а этот приказ выполнили даже с удовольствием. Когда ещё посидишь верхом на парте, только в чрезвычайной ситуации. Пётр Артамонович открыл окна и деловито прошёлся по классу с метлой. Сейчас я их родных вымету. Сейчас они у меня. Приговаривал Пётр Артамонович. Сейчас они у меня. Когда экстренная уборка по спасению первого я была завершена, дворник велел всем вернуться в исходное положение и продолжать урок. Ждите. Сказал он многозначительно и ушёл с ведром. Ученики снова принялись изучать новое правило, но одним глазом поглядывали в окно за Петром Артамоновичем. Тот усердно доставал что-то из ведра и раскладывал солнышки. Вскоре дворник вернулся в класс. Операция по устранению плохушек в первом я произведена успешно. Отныне и навсегда плохушки с подвластной мне территории изгнаны. Но проветривать всё-таки перед уроками не забывайте. А что у вас в ведре? А я совсем не боюсь того, что в ведре. Здорово-то как! Внимание, объявление! Плохушки испарились под весенним солнцем, и вместо них я принёс вам хорошушки, храбрюшки для Леночки и веселушку для Кости. А также тут ещё работюшка, добрюшка, помогушка. Ну, сами разберётесь. Мне на рабочее место пора. И Пётр Артамонович ушёл, но оставил в классе ведро с хорошушками. После этого всё пошло как по маслу. Ребята крепко-накрепко выучили новое правило, получили отличные оценки и были очень благодарны Петру Артамоновичу. А после урока Коля Архипов хотел вынуть из ведра какую-нибудь смеюшку, чтобы повеселиться с друзьями на перемене, но обнаружил, что ведро пустое. Вот и прекрасно! Все хорошушки разбрелись по классу, и мы неожиданно будем на них натыкаться. А плохушек больше не подпустим. И Коля открыл окна, чтобы проветрить кабинет перед началом следующего урока. Школа «Одуванчик» День Шалунов Свой первый «Я-класс» Вера Альтовна называла сокровищницей, потому что каждый ученик был для неё драгоценностью. Вы только не подумайте, что девочки были сделаны из золота и бриллиантов, а мальчики из рубинов и алмазов. Совсем нет. Это были обыкновенные мальчики и девочки, но ужасно талантливые. Да как же не быть ужасно талантливым, если Вера Альтовна напоминает об этом каждый день? Прямо так и говорит. Мои таланты! Но талантами богата не только школа «Одуванчик», но и другие учебные заведения. Поэтому время от времени они устраивают между собой соревнования самых-самых. А ученики первого «Я» обожают в них участвовать. Тёма Васильев, например, был на пингвино-арктической олимпиаде, в которой принимали участие любители и знатоки арктических пингвинов. Тёма получил приз зрительских симпатий и игрушечного пингвинёнка Аркадия за то, что придумал операцию по спасению пингвинов на отколовшейся льдине. Пингвины по проекту Тёмы должны были встать в разные концы льдины и по очереди подпрыгивать, чтобы льдина раскачалась и поплыла. Так они смогут добраться до ближайшего города, где о них позаботятся работники зоопарка. Миша Топотыгин когда-то участвовал в музыкальном конкурсе не музыкантов. Он оказался единственным учеником в первом «Я», который не держал в руках ни одного музыкального инструмента. Ему-то и поручили защищать честь класса. Он отлично отбарабанил на пианино, так как не знал, что у него под крышкой есть клавиши. За чувство ритма мальчику подарили флейту-дудочку с инструкцией по применению, так как предыдущий победитель в этой номинации использовал её как барабанную палочку. Леночка Синичкина выступала в серьёзном турнире невыдуманных слов на букву «К». Участникам турнира пришлось давать объяснение таким словам, как когерентность, колоратура, корпускулярный, клопфер и другие. Известно, что взрослые дяди и тёти, употребляющие эти слова, сами не понимают их значения. Вот и проводят специальный турнир, чтобы помочь взрослым разобраться в умных словах. Лена Синичкина стала лучшим участником турнира, придумав определение слова «компиндиум». Это зимнее слово быстро разобрала с ним Леночка. «Компиндиум» означает «большой снежный ком», спрятанный ребятами в крепости. «Умные защитники крепости приберегают, компиндиум» под конец битвы и непременно побеждают. Как вы понимаете, ученики первого «я» к подобным мероприятиям привыкли, участвовали в них с радостью и порой занимали почётные места. Место под солнцем, место под луной или место под звёздами. Когда Вера Альтовна пришла в класс и сказала, что сегодня состоится чемпионат и необходим участник, ребята не удивились. Если опять игра в двухметровые шахматы или десятикилограммовые шашки, то я не смогу. У меня освобождение. Это, наверное, общество рыбаков-везучков устраивает конкурс на самую крупную золотую рыбку. Золотых рыбок мы прошлый месяц ловили. А вот конкурса между знатоками редких языков давно не было. Я могу поучаствовать! Я знаю язык школьного автобуса! Что ещё за язык? Если автобус говорит «у-у-у-у-у-у-у» значит придётся идти пешком. А если «у-у-у-у-у-у-у-у» это он голодный и просит подзаправиться. Но на этот раз проводился Чемпионат шалунов Я так понимаю Что шалуны Это те, кто шалят А что такое шалить Я не знаю Шалить Это значит уметь веселиться И веселить других Даже у врачей есть метод Шалунотерапии Они заставляют больных смотреть смешные мультики И играть в шалуно-бол А что это за игра? В том-то и дело Что никто не знает Как в нее играть И больным приходится ее изобретать А когда все силы идут на изобретение игры Сил на болезнь уже не остается Вот здорово Давайте как-нибудь обязательно сыграем шалуно-бол Для профилактики насморка А сегодня Международный день шалуна И в честь него Проводится чемпионат шалунов Нам осталось только Выбрать шалуна Который поедет на этот чемпионат А как мы его выберем? По-честному Я произнесу волшебные слова И он обнаружится сам Приготовились Кто играет в прятки в школе Знает дырки и все в заборе Даже учится шаля Отзовись-ка Это я! Закричал Костя Бадейкин Которому очень понравился волшебный стишок Это я! И Костя И Костя отправился с Верой Альтовной На чемпионат шалунов Там ему предстояло Чемпионатиться С бывалыми шалунами и шалуньями Друзья за Костю волновались И ждали его с нетерпением И он вернулся Да не один А с победой Ему выдали удостоверение Шалуна профессионала Как тебе это удалось? Сперва я выиграл Заплыв шалунов Он проходил на парковой аллее Как же вы плавали без воды? А шалуны могут плавать где угодно На суше, на уроке И даже на экзамене Вода им для этого не нужна Были бы ласты и скороплавы Ух, это было опасное соревнование Вдоль аллеи дежурили врачи Со спасательными кругами И лодками Мало ли кто не доплывет Или течением на глубину затянет С шалунами всякое случается А потом были прятки в пустой комнате Разве можно играть в прятки В пустой комнате? Костя и здесь отличился Потому что первым догадался Что пустая комната Это та, в которой ничего и никого нет А значит нет и водящего А следовательно И найти Костю никто не сможет Но самый сложный конкурс Пересмеять свое отражение в зеркале Костя так задорно засмеялся Что все окружающие Просто поумирали от смеха Зеркало тоже не выдержало И Костя стал победителем Да ладно уж Смутился мальчик А после соревнований Почетный шалун поделился Со всеми ребятами секретами Праздника увеселения И формулами смеха распространения Ребята еще раз поздравили Костю с победой Но на этом дело не закончилось Ведь недаром Костя Стал шалуном профессионалом Когда дети вернулись Из школьной библиотеки Они обнаружили класс В яблоках Яблоки были повсюду На партах На подоконниках На полу В шкафах И даже В цветочных горшках Что за витаминная аномалия Хитро прищурилась Вера Альтовна И посмотрела на Костю Ну бывают же кони в яблоках А у нас глаз в яблоках В общем день шалуна Школа одуванчик Отметила Яблочным хрустом Школа одуванчик День квадрата В школе одуванчик Работал хоровой квадрат Это в других школах Были кружки А в одуванчике Занятия хора Проходили в квадратной комнате Где ученики сидели Или стояли квадратом Так всем было друг друга И слышно И видно Такое хоропостроение Ввел Лев Валерьянович Ландыш Заведующий хоровым квадратом И учитель ноты изучения И песни распевания Многие ученики первого я Ходили ко льву Валерьяновичу На квадрат Репетиция хора Обычно начиналась С распевки Лев Валерьянович Брал какой-нибудь инструмент А играл он Между прочим На 366 инструментах И ребята пели Свои имена Очень у них Красиво получалось А потом дети Разучивали новую песню Разучивание песни Лев Валерьянович Начинал с припева Припев в песне Самая необходимая часть Все равно что Голосовые связки Для человека Говаривал Лев Валерьянович На занятиях квадрата Если хору сразу Удавался припев То за песню Можно было не беспокоиться Хор исполнял ее Под бурные овации И несмолкаемые аплодисменты Причем на репетициях Ребята хлопали Сами себе Лев Валерьянович считал Что настоящий артист Это тот Который умеет От души аплодировать И себе И другим Когда спеться Сразу не получалось Лев Валерьянович Применял разработанный Им метод Дети пересаживались На те места В квадрате На которых им Было удобнее петь Некоторые певцы Сразу находили Своё место А отдельные таланты Пересаживались До 10-15 раз Лев Валерьянович Называл это Творческим поиском Зато в результате Хор пел так Что слава о нем Гремела За пределами Адванчика Его частенько Приглашали на Торжественные праздники И праздничные мероприятия На сцене Хоровой квадрат Приходилось разбивать На два полу квадрата Потому что Стоять спиной К зрителям Как-то нехорошо Лев Валерьянович Ландыш Сам писал Песни Для хора Иногда дети Просили А давайте Споем песню О том Как подружатся Подъемный кран И цементовоз И Лев Валерьянович Придумывал Для них Песню о том Как подружатся Подъемный кран И цементовоз Как-то раз Вера Альдовна Попросила Льва Валерьяновича Написать песню Для первого я Понимаете Лев Валерьянович Свои собственные Песни Есть у всех У почтальонов У туристов У космонавтов А у первого я Нет Первому я Очень нужна Своя песня Лев Валерьянович Ландыш К просьбе Веры Альдовны Отнесся внимательно Взял отпуск За свой счет И уехал На дачу Сочинять песню Для первого я Он не спал две ночь И списал Три нотные тетради И четыре блокнота Но песню Придумал Вот как звучала Песня для первого я Это песенка моя Это песенка твоя Это песенка своя Про веселый первый я Ля-ля-ля Ля-ля-ля Первый я Первый я Ля-ля-ля Ля-ля-ля Первый первый я Попробуем для начала С ля-мажор Диез Бимуль Впрочем С вашими голосами Здесь лучше подойдет Верхний регистр По-моему В третью я В первой строке Припева Мы не вытягиваем И еще Когда мы повторяем Первый я Первый я Надо громче А то первый поем Как последний Ля-ля-ля Ля-ля-ля Первый я Первый я Ля-ля-ля Ля-ля-ля Первый Первый я Вы талант Лев Валерьянович Какая удивительная песня Сказала Вера Альтовна И смахнула Слезу На сегодня Мы уже достаточно Порепетировали После репетиции Следует Откушать Чай Где мой Музыкальный чайник Со свистком В квадратной комнате За квадратным столом Ученики Первого я С Верой Альтовной И Львом Валерьяновичем Пили чай А чашки у вас Тоже музыкальные? Конечно Здесь Все музыкальное И руководитель хора Показала ребятам Свои самые любимые Музыкальные инструменты Музыкальный ботинок С одной октавой Тыква Барабан И звукоизвлекательные Прищепки Лев Валерьянович А вы напишите нам Песню о том Как Костя Бадейкин Забрался в десятый Ее класс Когда там сдавали Экзамен А еще пытался Подсказывать Старшеклассникам А потом пришла Вера Альтовна И увела его Конечно Напишу Скромно согласился Лев Валерьянович Ведь музыка И дети Были его Призванием Школа Одуванчик День Попугая В школе Одуванчик Была зеленая Комната В которой жили Хомячки Рыбки И даже Белка Однажды Там появился Новый Жилец Попугай Дмитрий Иванович Менделеев Его принес В зеленую комнату Петр Артамонович Вот в кладовую Залетел Мошенник Жить наверное Негде Надо бы Приютить Посетовал Петр Артамонович И попугаи Сразу же Приютили Потому что Школа Одуванчик Была очень Гостеприимная И хлебосольная Хлеб и соль Попугай Пробовать Отказался А вот Одуванчик Из газонов Щипал С удовольствием Кто и почему Прозвал птицу Дмитрием Ивановичем Менделеевым Неизвестно Но у каждой Порядочной птицы Должна быть Фамилия Имя Отчество А у попугая Дмитрия Ивановича Менделеева Еще и прописка Появилась Школа Одуванчик Зеленая комната По утрам Попугай Поджидал учеников На школьном крыльце И все с ним Здоровались Доброе утро Дмитрий Иванович Приятного дня Дмитрий Иванович Дмитрий Иванович Здравствуйте Поживайте Сначала попугай Молча Внимал приветствия А на третий день Стал отвечать Ура Так выяснилось Что Дмитрий Иванович Менделеев Говорящий Коля Архипов Вводил своих друзей В кабинет Опыта взрывания И показывал им Портрет Менделеева Но бородатый Дядя Вовсе не был Похож На их попугая Они просто Однопамильцы Они родственники Решили ученики Первого я Дмитрий Иванович Менделеев С первым я Тоже подружился Но началась Эта дружба С весьма Неприятного Случа Шел урок Буквосложения На котором дети Из разных букв Составляли знакомые слова На этот раз Складывали слово Попугай Дело ладилось У всех Кроме Кости Бодейкина Который не мог Найти карточки С буквой П И буквой О Вот у него И вышло Пугай Это действительно Испугало мальчика И он начал Лазить под партами И искать Потерявшиеся буквы Кого ты Собираешься Пугать Костя? Рассмеялась Вера Альтерна Увидев результат Его трудов Костя Вылез из-под стола С пустыми руками А я без По Остался А ты В портфеле Поищи Костя Открыл ранец И оттуда Выпорхнул Склокоченный Дмитрий Иванович Как же он Ко мне В сумку попал Удивился мальчик Выяснилось Что Костя Принес в школу Сахар Покормить Белку Любу Попугай это пронюхал И потихоньку Забрался В портфель А крышка За ним И захлопнулась Ах ты Лакомка Ура Уже громче Заявил попугай И остался В первом я До конца урока С тех пор Дмитрий Иванович Залетал в первый я Класс Каждый день А мальчики И девочки Приносили ему Сахар И другие угощения Но в качестве Просто гостя Дмитрий Иванович Пробыл в школе Одуванчик Недолго Петр Артамонович В перерывах Между уборкой Школьного двора Обучил птицу Двум новым словам Урок И перемена Дмитрий Иванович Менделеев Летал по школе И объявлял Начало нового занятия Ура Ура Дети с удовольствием Шли в классы Ведь туда их звал сам Дмитрий Иванович Ура И уж с какой радостью Спешили ученики На перемену Заслышав Раскатистая Перемена Ура Дмитрия Ивановича Пригласили в школу Одуванчик Работать звонком Тем паче Что фамилия Имя Отчество И прописка У него были Так что Оформить попугая На работу Не составило Большого труда Во время занятий Дмитрий Иванович Летал по школе И следил Чтоб не было Прогульщиков Прогульщиков Не было Никто не хотел Чтоб на всю школу Его назвали Разгильдяем Так продолжалось Пока Дмитрий Иванович Не исчез Куда он пропал Никто не знал Так же Как никто Не догадывался Откуда он Появился Попуга Искали повсюду И в школе И в ее окрестностях Но все было Без результат Он полетел Проведать родственников Каких родственников? Папу Ивана Менделеева И маму Менделееву А может Ему повышение дали? Он Он в институте Звонком работать будет? А мы без звонка остались И по утрам Нас теперь Никто не будет Встречать на крыльце Дмитрий Иванович Вернулся Ура! 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 Закричали дети И у них получилось Совсем Как у попугая А произошло Вот что Жил-был Попугай Гоша У большого И доброго Ученого-химика Виктора Стронцевича Но один раз Его хозяин Забыл Затворить Балконную дверь От рождения Гоша Был птицей Любознательной И щелкая В двери Воспользовался Моментально Полетал Гоша Балконцевича В школу Одуванчик Сделать Химический Анализ Состава Одуванчик Макушек Потому что В этой школе Одуванчики Были Высшего Сорта Из них Собирались Новую Краску Изобрести Одуванчик Цвета Здесь Ученый Химик И обрел Своего Любимца Он же Не знал Что Гоша Теперь Не Гоша А Дмитрий Иванович Менделеев И имеет Ответственную Работу Школьным Звонком И если Бы не Петр Артамонович Сидеть Бы Гоша Дмитрия Ивановича В запертой Квартире И смотреть На мир Через Балконную Дверь И по Одуванчику Тосковать На Петр Артамонович Поделился С Виктором Стронцевичем Общешкольной Печалью Когда тот За новой Порцией Одуванчиков Заходил Так Все И выяснилось Ученый Химик Даже Обрадовался Что его Гоша Стал Рабочей Птицей По утрам Они вместе На работу Ходить стали Виктор Стронцевич В свой Институт А Дмитрий Иванович В школу Одуванчик И зарплату Попугаю Платили сахаром И уважительным Обращением Если вам В жизни Не хватает Приключений Загляните В школу Одуванчик Завтра Там Наверняка Что-нибудь Приключится Что-нибудь Снуксшибательно Образовательное И чудесно Научительное Стоит Лишь раз Попасть В Одуванчик И уходить Оттуда Уже Не захочется Это песенка моя Это песенка твоя Это песенка своя Про веселый первый я Ля-ля-ля Ля-ля-ля Первый я Первый я Первый я Ля-ля-ля Ля-ля-ля Первый я Школа Одуванчик Часть третья Обычаи И необычности В школе Одуванчик Ля-ля-ля, ля-ля-ля, первый я, первый я В школе «Одуванчик» есть такой обычай – приглашать в гости своих друзей Вы уже подружились с учениками первого «Я» и другими обитателями школы Значит, они снова ждут вас в гости Ведь школа «Одуванчик» полна необычных традиций и обыкновенных необычайностей Рыцарские обычаи в первом «Я» У школы «Одуванчик» была своя собственная библиотека Ею заведовал Самуил Иванович – знаток и любитель книг Он и учеников первого «Я» заразил своей любовью Читать в первом «Я» классе любили все Даже Костя, который читать не любил То есть он любил читать, но после игр времени оставалось так мало Что мальчику приходилось читать книжки-малютки Понимаете, Веральдовна, я не читаю толстые книжки Потому что не могу сразу узнать, чем все закончилось Библиотекарь Самуил Иванович давно изучил книжные пристрастия первого «Я» Стоило ученику появиться в библиотеке, как ему тут же предлагалась книга по вкусу К примеру, Костя Бадейкин любил приключения, потому что мечтал после школы работать отважным первооткрывателем Леночка Синичкина читала книги про зверей, особенно про кошек Миша Топотыгин зачитывался сказками, а Тёма Васильев брал книги о дружбе Колю Архипова интересовали энциклопедии Какая черепаха самая медленная? Какая река самая длинная? Сколько стран в мире? На все эти вопросы Коля искал ответы, и большие энциклопедии были его первыми помощниками И вот как-то раз Самуил Иванович устроил в библиотеке книжную встречу Книжная встреча – это когда книги знакомятся со своими будущими читателями Первый «Я» класс пришел в библиотеку в полном составе И не пожалел, потому что Самуил Иванович рассказывал о рыцарском романе А кто такой рыцарь? И с кем у него роман? Роман – это большая книга, в которой живут и совершают подвиги рыцари А рыцарь – это герой, у которого есть прекрасная дама Ею он поклоняется и служит Ах, но времена рыцарей, к сожалению, прошли После библиотеки Коля Архипов брал своих друзей на тайное совещание, которое он назвал конференцией Мой дедушка-профессор всегда собирает друзей-академиков на конференцию, когда хочет обсудить важный вопрос А какой вопрос будем обсуждать мы? Рыцарский, нам надо стать рыцарями Но как это сделать? Нам нужна прекрасная дама А может быть, Леночка Синичкина? А она справится? Конечно, справится, она же отличница А как мы будем ей служить и поклоняться? В том и вопрос Рыцарский роман мы на уроке книги обожания еще не проходили И Самуил Иванович уже библиотеку закрыл Но на то у нас и конференция, чтобы это решить Как будем служить прекрасной даме? Прежде всего, ее надо как следует накормить Прекрасная дама не должна ходить голодной И если что, у меня в портеле есть половинка пряника Половинка – это хорошо Но рыцарский долг, по-моему, состоит в том, чтобы делать за прекрасную даму все уроки Я могу взять на себя письменное задание А ты, Тема, например, устные Ну уж нет, устных мне и своих хватает Да еще и Костя по телефону задание диктует Я считаю, что прекрасной даме надо читать стихи о любви Но я помню только стишок про Деда Мороза Угу, смешные вы, уроки, стихи Прекрасную даму надо научить бегать быстрее всех И прыгать выше всех И тогда она станет еще прекрасней Так друзья и приступили к своим рыцарским обязанностям Не договорившись, как же по правилам служить прекрасной даме Тема Васильев ходил за Леночкой по пятам Дед Мороз, Дед Мороз, ты подарки нам принес Коль показывал девочке, как можно решить задачку разными способами Костя прыгал вокруг них Леночка, делай как я, делай как я И только Миша поклонялся прекрасной даме на расстоянии Потому что так и не смог найти пряник Но когда он обнаружил в кармане конфету То сразу же отдал ее девочке, даже кусочка не откусив От такого внимания Леночка перепугалась И побежала искать защиты у Веры Альтовны Так что рыцари остались без прекрасной дамы Здорово у нас получается! Мне понравилось! Будем продолжать служение! Леночка пришла с Верой Альтовной И рыцарям пришлось раскрыться Но вы совсем не похожи на рыцарей Они все железков и на лошадков Я говорил, что без мечей и щитов нам не справиться Чтобы стать настоящим рыцарем, латы и мечи не нужны Важно быть чутким и внимательным к окружающим Вовремя предлагать им свою помощь Необычайность Темы Васильева В первом я шел обычный урок Вдруг у Кости Бадейкина укатилась ручка Ничего в этом необычайного нет Со всеми бывает Особенно если ты первоклассник И только осваиваешь это орудие письма Так вот ручка закатилась под парту К Теме Васильеву Тема! Тема! Подними, пожалуйста, ручку! Спасибо! А что это он, пожалуйста, не сказал? А, наверное, утром позавтракать не успел Или наоборот, слишком много съел И теперь ему трудно говорить Костя нам скажет Какой цвет из семи цветов радуги Ему нравится больше всего? Черный! Почему черный? Черный цвет испачкать нельзя Это верно! Но все же в радуге нет черного цвета Тема! Напомни, пожалуйста, Косте Какие цвета у радуги? М-м-м-м Вспомнил! Вспомнил, какая радуга! Она разноцветная! Радуга красно-оранжево, желто-зелено, голубо-синий, фиолетово Ух ты! Так сразу и не выговоришь! Ты не расстраивайся! Радугу легко запомнить с помощью считалочки Каждый отличник желает знать, где салатовый фломастер Я догадался! Первая буква каждого слова Это название цвета радуги Теперь уж я их не забуду А ты, Тема, запомнил считалочку? Что с тобой случилось, Тема? А-а-а! Может, у тебя горло болит? М-м-м Может, ты слона проглотил? Я в «Маленьком принце» читал, что так бывает с питонами Или тебя обидел кто? Ты только скажи, не молчи! А мне кажется, что он на разведчика тренируется Силу воли закаляет А вдруг он спит с открытыми глазами? Своими силами нам не справиться Надо врача на помощь звать Тема, сходи в медкабинет Здрасте, Эльвира Павловна! Да вот, молчит Тема Будто, правда, разведчика проглотил Хо-хо-хо-хо-хо Ой, ну, в общем, вам виднее, Эльвира Павловна Слонов он, конечно же, не глотает Не спит с открытыми глазами А чтобы разведчиком стать Ему надо сперва школу закончить Так, температура нормальная Пульс ровный Эльвира Павловна измерила даже рост мальчика Но причину молчаливости не обнаружила Мальчик абсолютно здоров В медицине такие случаи неизвестны Где медицина бессильно помогают народные средства Привели Петра Артамоновича Школьный дворник недоверчиво оглядел присутствующих И со словами «До чего человека довели?» подсел к Теме А у меня в детстве вот какой случай был Сломал я ножку у стула Родителям признаться Побоялся На место ее приставил и гулять побежал Да и забыл совсем А когда вернулся Сам же на этот стул и бухнулся С тех пор я всегда признаюсь Ежели что натворил Так что ты нам расскажи, что случилось-то Мы, может, чем пособим Пособим, как говорится, одна голова хорошо А смей, короче, все же умнее И Тема сдался Я сегодня утром одну вещь понял В школе я получаю знания Они попадают в организм через уши Но когда я открываю рот, они вылетают Вот я и решил рот больше не открывать Чтобы знания внутри оставались Вот это да! Сплеснула руками Эльвира Павловна Потому что не знала, как знания в организм попадают И даже начала себе давление мерить А парень-то башковитый Тема правильно заметил Что знания попадают к нам через уши Но когда мы говорим Повторяем вслух правила Задаем вопросы и отвечаем на них Знания наши удваиваются А иногда даже утраиваются И упетеряются Поэтому рот держать закрытым Не обязательно А совсем наоборот Тема этому чрезвычайно обрадовался Ему очень молчать надоело Когда столько вокруг интересного и важного говорится Он повторил считалочку про цвета радуги И снова стал обычным учеником Первого я Необычайное положение В первом я классе В городе орудует особо опасная преступница Бывшая двоечница и хулиганка Старушка Ленивина Она проникает в школу И учит детей мусорить Прогуливать уроки и бездельничать Главный признак опасности Всем становится лень учиться Если кто-то что-то знает О местонахождении преступницы Просьба сообщить куда следует Школа одуванчик была обеспокоена новостями И первый я тоже не остался в стороне А еще говорят Что две школы В которых побывала Ленивина Закрыли Потому что ученикам было лень учиться А учителям лень работать А в одну школу Она проникла как уборщица И научила ребят мусорить Школа погибла под грудами мусора И детям негде учиться А я слышал Что у нее есть пистолет Заряженный чернилами и отмывашками А она стреляет из-за угла Мальчишек и девчонок И они ходят в школу чумазые Ах! Ужас-то какой! Бывают же вредные старушки И чего ей дома не сидится? Может у нее дома нет Вот ей и приходится по школам слоняться Лучше б она по магазинам ходила Там булочками и шоколадом пахнет Сделал бы на лавочке И вязала носки как все бабушки Или занималась спортом как моя Но она выбрала путь коварства И преступлений Ее необходимо остановить Ура! Мы переходим на необычайное положение Смотреть в оба У всех старушек проверять документы И приводить в класс для допроса Так в первом я-классе Было введено необычайное положение И как оказалось не зря Но уроки ребята заметили Что Миша-то подыгин Громко зевает Коля смотрит в окно А Тема болтает с Леночкой Когда же Костя сделал своей тетрадке самолетик Все поняли, что это произошло Старушка ленивенно добралась до школы-одуванчик И первому я надо держать серьезную оборону Было решено Во-первых, старушку найти и обезвредить А во-вторых, противостоять Лене всеми способами В первом я начались оперативные чудеса Коля Архипов прорешал все задачки в учебнике И принялся за изучение бестолкового словаря Толковых слов Леночка Синичкина каждый день поливала цветы в коридорах И даже на лестнице Миша занялся тем, чем ему заниматься было немного лень Спортом Мальчик решил, уж если бороться, то по-настоящему Вместе с бабушкой он начал совершать утренние пробежки А Тема научился готовить яичницу Ведь первокласснику, который сам готовит яичницу Никакие ленивины не страшны Костя, чтобы поймать коварную бабушку Начал читать Сначала про шпионов и разбойников Потом про героев и космонавтов А затем про все, что попадалось под руку Мальчик вдруг обнаружил, что читать так же интересно Как строить корабли из табуреток Поэтому пообещал себе Что после отмены необычайного положения в первом я Он будет каждую неделю ходить в библиотеку За новой книгой Так ребята сражались с ленью А в школе тем временем появилась подозрительная старушка Было заметно, что в одуванчике она впервые Старушка медленно шла по коридору Смотрела по сторонам и улыбалась Первым ее заметил Костя Недаром он прочитал толстую книгу Про собаку-разведчика Ребята, есть! Она появилась! Маленькая, но сразу видно, что она тренированная И в сумочке пистолет А может чего и покруче? Ученики первого я решили действовать Если они не спасут родную школу То ее никто не спасет Для начала ей нужно зубы заговорить Заговаривать преступнице зубы вызвался Миша У которого в этом деле был большой опыт Особенно в тех случаях, когда бабушка заставляла его есть манную кашу Мальчик подошел к старушке, которая нерешительно остановилась перед школьной стеной СМЕШНЫХ ФОТОГРАФИЙ Здравствуйте Здравствуй, милый Ага, уже испугалась Сейчас он ее заговорит Как добрались до нас? Добралась А мы-то думали, что уже не придете Мы вас ждали Ждали? А я не знала Сейчас сознается Обязательно сознается Мишка знает свое дело А я первый и я класс ищу Первый и я? Первый и я? Пройдемте, я вас провожу Миша привел бабушку в класс, где ее тут же обступили ученики Начался серьезный допрос Нет, сначала, конечно, бабушке предложили стул и чай А потом начался допрос Фамилия у нее оказалась совсем другая Но Костя сказал, что настоящие преступники всегда берут себе ненастоящие имена К примеру, Джо Одноглазый или Хромая Рука Она не выдает свою фамилию Подумали ученики и на старушку посыпались вопросы Сколько первоклассников в мире? На каком языке говорят морские котики? Кто одежек и все безостежек? Много Капуста Мяукают Бабушка на многие вопросы отвечала уверенно И не была похожа на бывшую двоечницу и хулиганку Но больше всего ребят поразило то, что она знала имя их любимой учительницы Веры Альтовны Значит, старушка готовит покушение на Веру Альтовну Сообразили ребята, а следовательно ее надо обезоружить Что у вас в сумке? Блинчики, блинчики родной Что же я сижу-то? Заболталась с вами умницами Тут и с мясом, и с повидлом, и с яблоками А Вера Альтовна, дочка моя, скоро придет? Ах, как так? Как так? Не она? Оказалось, что первый я поймал совсем не ту старушку Вернее, именно ту К Вере Альтовне из деревни приехала в гости мама, Лизавета Никитишна Ребята сразу же забыли про злосчастную ленивину И отправились всем классом к Вере Альтовне пить чай с блинчиками В тот же день в новостях передали, что преступницу взяли с поличным Когда она учила школьников стрелять из рогатки Теперь ее направят на перевоспитание в пансионат для трудных старушек Но так как в результате оперативно-оборонительных мероприятий В школах повысилась успеваемость Было решено выдать ей почетную грамоту И подарить книжку про школу-одуванчик Сонные уроки в первом Я-классе В школе-одуванчик ставили эксперимент Ученики первого Я-класса были взбудоражены предстоящими событиями Во сне учиться намного быстрее Мы теперь сразу в третий класс перейдем Через второй перепрыгнем Тебя бы только прыгать Вздохнул Тема, который спать не любил И боялся, что от этого перестанет хорошо учиться А Коля размечтался А если спать крепко и много Можно будет в два раза быстрее школу закончить И сразу в институт поступить А ночью станем мультики смотреть Мультики по ночам не показывают Ночью все спят Нам ночью тоже спать придется Домашнюю работу тоже во сне выполнять надо Классный кабинет первого Я стал похож на спальню Повесили тяжелые ночные шторы Поставили удобные кровати Что-то смахивает на детский сад Нас так не в третий класс А в ясли переведут Ничего, главное, что нас будут учить современным способом Если ребят забавляли спальные приготовления То Вера Альтовна ужасно волновалась Она привыкла учить своих подопечных по-старому За партами с помощью книжек и доски А еще Вера Альтовна грустила от того Что на сонных уроках Она не услышит звонких голосов, смеха И интересных вопросов своих любимых учеников И вот наступил первый сонный урок Ученики пожелали друг другу Спокойного урока и приятного обучения Вера Альтовна завела учебную колыбельную И когда все уснули Открыла новый сонный учебник Урок Урок Первый Сонная Задачка У мамы белки Было Три бельчонка Первый бельчонок спал хорошо Второй Плохо А третьего Вообще было сложно уложить Вопрос Какого бельчонка Мама белка Укладывала первым Если известно что Первого Первого бельчонка Я проспал, Вера Альтовна Можно я войду? Заходи Садись То есть ложись Каждому человеку Необходим сон Даже космонавты Спят в космическом корабле Людей Которые ходят во сне Называют Лунатиками А тех Кто летает во сне Называют А я-то думал У вас радио работает Такую познавательную передачу Передают Нет Петр Артамонович У нас Сонные Уроки То вы бы их На перемену Отпустили Они же у вас Без перемен спят Как же я их На перемену Отпущу Если они спят А вы Сонную перемену Устройте Хорошо Начинается Сонная перемена Можно Отдохнуть Поиграть И побегать Ученики Спали Вера Альтовна Совсем Растерялась Потому что По расписанию Следующим Сонным уроком Был урок Физкультуры Вера Альтовна Прилегла На учительскую Кровать И Задремала А когда Проснулась Увидела Что ее Обступили Ученики Первого Я-класса Вы заснули Вера Альтовна Прямо за столом А мы не шумим Мы потихонечку Вера Альтовна Оглядела Класс Он был освещен Ярким солнцем Все чисто И аккуратно Парты Стояли На своих местах А кровати Куда-то Исчезли А где Ваши учебные Кровати? Какие кровати? Вера Альтовна Мы же только что С экскурсии вернулись На мультипликационную Фабрику Ездили Приходим А вы тут Над тетрадками Задремали Но мы решили вас не будить Сон Залог здоровья Так моя бабушка Говорит Вот оно что Так это мне сон приснился Будто в нашем классе Вели сонные уроки Что вы Вера Альтовна Разве можно спать Когда Мультипликационная фабрика Для нас экскурсии проводит И еще Нас пообещали В мультиках снимать К тому же Всем известно Что во сне Голова отдыхает А на уроках И на экскурсиях Работает Играть во сне Нельзя Но самое главное Во сне Нельзя дружить И с нею Все Согласились Необычный Фрукт Во дворе Одуванчика Росла Яблоня Дерево Как дерево Только яблочное В августе На нем Яблоки Появлялись Их можно было Съесть Или на варенье Пустить Но чтобы в мае На нем Околбя Выросла Об этом Никто подумать Не мог То что Околбя Это Околбя Уже потом Петр Артамонович Придумал А сначала С Глебом Сельдереевичем Удар Случился Глеб Сельдереевич Работал В Эдуванчике Учителем Растения Ухаживания Он предмет Свой знал Как пять пальцев То есть На пятерку На уроках Он ученикам О поющих Поветелях Рассказывал О цветах Пиратах И о шагающих Соснах В области Растения Ухаживания Глеб Сельдереевич Считался Лучшим Знатоком Так было До того Злополучного Дня Когда с ним Сделался Удар А произошло Это так Одним Весенним Утром Учитель Вышел Во двор И заметил Что на яблоне Что-то Висит Яблоко Созрело Да быть Не может И поближе Подошел А на ветке И вправду Яблоко Румяное Наливное Будто Не начало Мая А конец Лета Не может Яблоко В мае Вырасти Не будь я Учитель Растения И ухаживания Тут-то Его и настиг Удар О котором Вы уже слышали Хорошо Что Петр Артамонович Неподалеку Был Подбежал По щекам Похлопал Водой Из лейки И полил И привел Несчастного Учителя В чувство Ой Что это Яблоко Признаться Петр Артамонович В растении Ухаживании Ровным счетом Ничего не понимал Не бывать Этому Не бывать Яблоком В мае Не бывать Так и не бывать Не яблоко Это А что же тогда А это Околбя Да Околбя И есть Так В школе Одванчик Появилась Майская Околбя А в газетах Появилась Сенсация Если в этой школе Яблоки Так рано Созревают То ученики Уже в первом классе Должны Академиками Становиться Так писали В газетах А Глеб Сельдереич Окружил Необычное дерево Забором И заботой И даже Научную конференцию Организовал Под названием Школа Одуванчик Рассадник Талант Виновник Петр Артамонович Заслуженный дворник Под эту яблоню Чай выливал А чай он пьет Индийский Высшего сорта Любой первоклассник Знает Что Индия Страна Тропическая Вот заварка И создала Такие климатические условия Что на яблоне Вырос плод Названный Петром Артамоновичем Околбя После выступления Учителю Долго аплодировали Все-таки он был Настоящий Ученый Растеневед Но больше всего Хлопали Петру Артамоновичу Его фотографию На фоне Околби Даже в газете Поместили Так прославился Школьный дворник А с ним И школа Адвантик С тех пор Петр Артамонович Ходил довольный И сиял А Глеб Сельдеревич Был мрачный И грустил Хотя он и сделал Свои научные выводы Но уверен В них не был Как это может быть Как это может быть Не может Яблоко в мае вырасти И даже ночью Ему снилось Что уникальный плод Украли И сварили Из него Околбячный Компот Нет уж Эту загадку Природы надо решить Во что бы то ни стало А то в мае А колбя выросла В январе на ней Ашург Созреет Чему я детей Учить буду Если все растения Станут верх корнями Расти Поймите мое положение Поэтому Глеб Сельдеревич Установил Ночное наблюдение За плодом Он надел Штормовку На случай шторма Взял блокнот На случай записи И засел в кустах Напротив яблони Сначала все было спокойно Яблоня стояла Луна Висела И плоду было Неважно Что в мае Ему зреть не положено И неприлично Учитель даже слегка Учитель К своему удивлению Обнаружил Что перед ним Не злоумышленник А Петр Артамонович Это вы Что вы здесь делаете Тоже караулите Я поменять пришел А то Сосыхать начал А с ним фотографироваться В энциклопедию Хотят включить Да Я думаю Новый повешу Ну-ка Пройдемте В мой кабинет Растения ухаживания Там мы наконец И разберемся С этой Околбячной Аномалией А аномалии Никакой и не было А был Петр Артамонович Который любил Яблоки И всегда их себе Покупал Даже зимой И вот Однажды Подметал он Школьный двор И решил Перекусить Одно яблоко Съел А другое Чтобы не запылилось К ветке Привязал Привязал Да забыл А когда Околбю Придумал И для газеты Сфотографировался Неудобно было Сенсацию разрушать Вот он и решил Ночью Свежее яблоко Повесить Ну уж не серчайте На меня Это просто Замечательно Лучше и не придумаешь Наука Растения ухаживания Восторжествовала В мае У нас яблоки Не растут А вы Эту Околбю Поскорей Снимите И съешьте Только вы Никому не рассказывайте А то мне работать Стыдно будет На старости лет Такие фокусы И Глеб Сельдереевич Пообещал А на следующий день В газетах Появилась заметка Околбя Сгнила Потому что Школа-одуванчик Все-таки Не в Индии И климатические условия Для нее Не подходящие Глеб Сельдереевич Спокойно продолжил Делиться с учениками Растительными секретами А Петр Артамонович Убирать Школьный двор А откуда мы узнали Эту историю Если Глеб Сельдереевич Обещал никому Ее не рассказывать Ее поведал сам Петр Артамонович Ученикам Первого Я Когда пил с ними Чай Ведь случилось Она задолго До их появления В школе Одуванчик Зато теперь Когда в Первом Я Происходит Что-нибудь Необычайное Ребята говорят Это Какая-то Околбя Экзамен по Котовасии Моей соседской кошке Пелаги Вчера родились котята Их надо куда-то пристроить Ребята откликнулись моментально Какой первоклассник не мечтает О собственном котенке Осталось поговорить с родителями Дети надеялись Что родители их поймут Потому что когда-то Они тоже были первоклассниками И мечтали о котенке На следующий день Ученики Первого Я Пришли в школу Насупленные У мамы Оказывается на кошек Аллергия Особенно на котят А у меня родители Братика собираются заводить А котенка Как они собираются А у нас уже хомячок есть Вдруг они не поладят А я уже давно с мамой и папой Насчет животных борюсь И все без толку От всего отказались От змеи в ванной От жирафа на балконе Что уж говорить про котенок Все ясно У меня то же самое Говорят возьмем котенка потом А когда потом Не говорят Как же быть Котятам нужны хорошие хозяева Есть идея Давайте в столовой Объявление А котят их повесим Но прежде чем котят отдавать Устроим экзамен Экзамен по котоварсье На том и порешили Костя рисовал объявление Тема с Колей изучали Кошачьи энциклопедии А Лена и Миша Пошли к Пелагее Забирать котят Вскоре все обитатели Одуванчика знали В школе затевается что-то Котеночно необыкновенное Объявление гласило Сегодня в первом Я-классе Состоится экзамен По котовасии Приглашаем всех Любителей пушистых Домашних животных Просьба Не опаздывать Когда все любители Собрались Вера Альтовна Взяла слово Быть хозяином котенка Сложно и ответственно От вас зависит Кто из него вырастет Бывали случаи Что у плохих хозяев Вырастали весьма неприятные Дрочливые личности Да Миллионы котят По всему миру Голодают А некоторые забывают Что котенок Не игрушка Поэтому наш экзамен Будет очень строгим Экзаменаторы Действительно были строги И котят отдавали Только в надежные Проверенные руки А руки они проверяли С помощью сложных Заковыристых вопросов Итак Вы решили завести котенка А вы знаете Что они едят А в газировку И можно Покажите разрешение От родителей А почему Подпись неразборчивая Какие породы Кошек вам известны Как вы собираетесь Котенка воспитывать Сколько часов в день Котятам положено гулять Вы будете Отдавать его В кошачью школу А вы разрешите Ему смотреть телевизор После 10 часов вечера Можно ли котят Забирать в чулан А опыт общения С котятами У вас большой? А вам известно Что желудок котенка Не больше наперстка И литра молока Туда не поместится Каждого желающего Взять себе котенка Ребята засыпали Крадом вопросов Только так Они могли быть Спокойны за будущее котят Экзамен был завершен И счастливые хозяева Понесли питомцев домой Ученики первого Я устали Но были довольны Оказывается Принимать экзамен Намного труднее Чем сдавать А я теперь не знаю Кем быть Учителем Или кошачьим ветеринаром Конечно Космонавтом Ребята Одного забыли Хоть снова экзамен проводи А давайте его В школе оставим Будет жить В зеленой комнате Вместе с рыбками И хомячками Можно Вера Альтовна Вера Альтовна согласилась Если ее ученики Смогли провести Настоящий экзамен По катавасии То с воспитанием Школьного котенка Они справятся без труда Его назвали по школьному Диктант Котенок Диктант Стал любимцем Первого я Он часто приходил К ним на уроки Поспать на подоконнике Ребята За диктантом Ухаживали Но про остальных Котят не забывали Ходили к ним в гости И проверяли Как они живут У меня вчера Хомяк Окатился Хомяк не может Окатиться Он же не кошка Ладно У меня хомяк Охомячился Девять Хомячков Надо им найти Хороших хозяев Обычная проверка В школе Одуванчик Школа Одуванчик Ждала важную комиссию Которая должна была Оценить Ее работу Комиссия Одуванчику Оценки Будет ставить? Мы уж постараемся Вера Альтовна Поможем школе Вера Альтовна И сама переживала Потому что комиссию Обещали прислать Необычайно В строгую Когда комиссия Приедет Я подойду И скажу Здравствуйте Вы можете Даже ничего не проверять Потому что Школа Одуванчик Самая лучшая Школа в свете А вдруг Они тебе не поверят? Тогда я скажу Если вы мне не верите Вы у Кости спросите И у Миши И у Коли Они вам то же самое скажут А если они И тогда не поверят? Тогда я им скажу А вы у Веры Альтовны Поинтересуйтесь Они поинтересуются И Вера Альтовна Подтвердит Да, действительно Школа Одуванчик Самая лучшая школа на свете А может еще добавить Что ученики Первая Тоже Тоже В общем Тоже хорошо учатся Значит Комиссии Надо сразу Веру Альтовну Направлять И комиссия Нагрянула Она и вправду Оказалась Необычайно важной Членами комиссии Были Не дяди и тети А обычные дети Они целую неделю Должны были учиться В классах Одуванчика И в конце Поставить Школе Оценку Ведь школа Считается Хорошей Если ученикам Нравится В ней учиться В первый Я Внедрили Самого младшего Члена комиссии Первоклассника Севу Веточкина И Сева Сразу же Приступил К своим обязанностям Изучению жизни И деятельности Первого Я Класса Почему Ваша школа Называется Одуванчик? А ты разве Не знаешь? Я думаю Что про наш Одуванчик Все знают Давным-давно На этом месте Ничего не было Только поле с коровами А за коровами Присматривал Пастушок Ему было скучно Одному с коровами Потому что Они только мычали И щипали траву Тогда он Начал изучать Разные книги Которые удавалось Найти В окрестных деревнях И однажды Он Передал Своё стадо Другому пастушку А сам Пошёл В далёкий город Учиться А потом Стал великим учёным И велел на этом поле Школу построить Для ребятишек А почему Школу так назвали? Наверное Поле было Одуванчиковое Всё было не так Школа наша Очень старая Её построили При царе При каком царе? При самом главном И царь велел Всем школам Дать имена Чтобы красиво было Самые лучшие имена Сразу же расхватали Наша школа Была скромная Вот ей и досталось Такое название Одуванчик Его, наверное, Дочка царя придумала Зато потом Когда мода На номера пошла Школа номер 1659 Школа номер 3906 Наша Так и осталась С названием Вот это да! Не такая уж Наша школа Древняя И царь здесь Ни при чём И тем более Дочка царя Ты, Сева, меня слушай Нашу школу построили Инопланетяне Которые прилетели Землю изучать Они семьями прилетели И им надо было Где-то своих Инопланетяшек учить На их планете Ванчиком называется Видят, что тебе Нужна помощь И помогают Это Пётр Артамонович Для нас придумал Он однажды Веник зашёл попросить А мы были заняты Игрой Шумных И Петра Артамоновича Не усовершили Он тогда вернулся С этим стулом Сел на него И молчал до тех пор Пока мы не успокоились Это говорит вам подарок А мне веник нужен И вы дальше играйте Так у нас стул Для помощи появился А Вера Альтовна Сначала про стул Ничего не знала Села А мы к ней как кинемся Что случилось Чем помочь Может веник Или собок нужен Вера Альтовна Даже перепугалась Но потом всё поняла И теперь только По необходимости Им пользуется Удивился Сева Веточкин Ему много чему Ещё удивляться пришлось Прозвенел звонок И ученики первого я Расселись по своим местам Открыли учебники И начали аккуратно Переписывать в тетрадь Новые слова А вы разве Учительницу не дождётесь? Урок начался Мы учимся Давайте до прихода учителя Просто так посидим Поболтаем Разве можно на уроке Бездельничать? Ты знаешь Что с бездельниками бывает Мне бабушка рассказывала Те кто валяет дурака Попадут однажды В дураковаляндию В этой стране Всех бездельников Мёдом мажут И в пуху валяют Сева не захотел Чтобы его валяли Кому же дураком быть хочется? И тоже начал делом заниматься Слова переписывать А когда пришла Вера Альтовна Ребята устроили Настоящее словарное голосование Я голосую за слово «корова» Во-первых, оно молоко даёт А молоко я люблю А во-вторых, я наконец запомнил Что оно через «кор» пишется А также через «ро» и «вах» Я выбираю слово «вертолёт» Оно громкое, из двух частей состоит И с него можно парашютистом прыгать Мне больше всего понравилась «синица» Это слово «красиво» И от него моя фамилия произошла А ты за какое слово отдашь свой голос? Сева И я, пожалуй, за копель Оно звонкое и весеннее Неделя пролетела быстро Сева Веточкин так привык к школе «Одуванчик» И первому «Я-классу», что расставался с трудом Ничего не поделаешь Я же член особо важной комиссии по делам школ Мне ещё во многих школах предстоит поучиться Но «Одуванчик» я всегда буду вспоминать А при случае в гости заходить Обязательно заходи Да, приходи к нам Милости просим Сева Веточкин на заседании комиссии Так восторженно докладывал про «Одуванчик» Что школе выдали грамоту За необычайные отличия И велели другим школам Её опыт перенимать Потому что самая лучшая школа Это та, в которой дети учатся С удовольствием Учебный год первого «Я-класса» подходил к концу Ребята научились делать чудесатости, полезности и нужности Они сильно подросли и сдружились И впереди их ожидал заслуженный отдых Первые каникулы Первый я Первый я